Парни, привет. Всем привет. Привет всем. Придут мои подписчики, напишут, что они от Кондрашова. Что для них? То есть я купил пять айфонов, один получил подарок, да? Абсолютно. Да. Круто. Первая в галактике площадка, в которую можете зайти и закрепить что-то себе купить. Хочу вас познакомить с Игорем Рыбаковым. Знаете, что я недавно закончил долгострой бани. Как же построили баню Игорю? Подождите, по поводу баня сейчас узнает. Сливается, чувствуешь, сливается. Ты должен ко мне прислушаться и тебе скажу, что печка говно. Игорь, банальный вопрос, сколько стоит такой дом? Мы увидели фотки в инстаграм и помчались за грибами. Всем здорова. Привет. Я стою, не собираю, а жру короче. Я что-то жужжит, а я стою на ули. Я говорю, давай меня сжалить. Залетели мне в штаны, я бегу. Раз 30 меня, наверное, укусили. То есть вообще из живого места у него. Ребята, всем привет. Хочу вас познакомить с Игорем Рыбаковым. Игорь, привет. Привет. Собственно говоря, что это за человек, я вам расскажу чуть попозже. Самое главное, что у него фамилия Рыбаков. И поэтому я ему предложил научиться подводной охоте. Ну как так? Давай. Я принял приглашение. Значит, научусь обязательно рыбачить и сверху, и снизу, и в воде. Да. Поэтому мы поедем в Рязанскую область. Хотя, когда я езжу, я вам говорю, что мы едем в Ярославскую область, чтобы вы не выбивали там рыбу. Но на самом деле, когда я приезжаю на этот водоем, меня там уже все узнают, мои подписчики, потому что они постоянно там охотятся. Уже давно с квадрокоптера все поняли это место. Мы заедем заодно к Игорю на производство. У тебя же в Рязани, да, как раз? Заедем на производство. Заедем к местным ВДВшникам в Академию. И они нам сделают реальную, самую крутую тренировку. ВДВшникам. И потом на рыбалку. На подводную. На подводную охоту. Да. И самое интересное, что мы сейчас пока сидели у Игоря в офисе, разговаривали, он говорит, слушай, у меня там дом строится, там баня туда-сюда. Баня, печка. Да. Начали говорить про печку. Я говорю, Игорь, а поехали-ка посмотрим, как у тебя там все это делается. Потому что, сами знаете, что я недавно закончил долгострой бани. Съел, наверное, две собаки. И мне интересно посмотреть, как же построили баню Игорю. Даже не так интересно, как дома, а больше интереснее, именно как сделали баню, какую сделали печь. И будет ли у него настоящий русский пар, как в русской баньке. Идем проверять. А теперь смотри, мы все это будем заснимать вот так. У Игоря, кстати, блог свой на ютубе и инстаграм есть. Да, подписывайтесь на мой инстаграм и ютуб, будет интересно и очень круто. Поехали. Поехали. Круто. Ну что, начинаем прямой эфир. Да, давай что, в бане? Веди сразу в баню. Сразу в баню. Подождите, по поводу бани сейчас узнаем. Дело в том, что в комнате отдыха наклеили там фанеру сегодня. Сливается, чувствуется. Ребята, я давно из своего дома. Сегодня мы с Сашей Кондрашовым. Для того, чтобы проверить, как там Коля нам баню сделал. Здесь специально баррикаду устроили, потому что комната отдыха наклеили фанеру только сегодня, но я позвонил, пройти можно. Игорь, если из-за меня тебя тут навредят, ну ты сам понимаешь, я не специально. У нас, в общем-то, кстати. Так, давайте включим свет. Нормально. Здесь у нас комната отдыха. Так, здесь у нас вентиляция. Это легкие, в общем-то, дома. А, это еще тут отдельная комната целая? Да, это мы специально сделали. А здесь, кстати, какая вентиляция? Которая трубами делается? Горячей и холодной водой или... Здесь водяное отопление. Я имею в виду вентиляция с водяным контуром. А, круто. Это очень круто. Да? Естественно. Это... Коля, ты получил первый балл. Коля такой, фу! Знаешь почему? Потому что это обслуживание стоит намного дешевле, чем кондиционирование, но при этом ты получаешь свежий, хороший воздух. То есть не сухой. Коля, поэтому ты должен ко мне прислушаться, если я скажу, что печка говно. Нет. Пожалуйста. Да это важно. Нет. Самое важное в бане это печь. И парная. Так, ребята, смотрите, как тут интересно. Ух ты. Здесь, значит, будет массаж. Коля тянет с печкой. Чувствуешь? Оттягивает максимально этот конец. Оттягивает максимально. Так, ну здесь вот душевые, кстати, Игорь. Слушай, ну круто. Если помнишь, раньше здесь были. Да, да, да. Конечно, были ужасно все. Понятно. Так, ну баня, вот она, собственно баня. Вот печи. Печи без камней, но можно включить. Не проверять. У тебя электропечь? Да, электро. Я понял. Водичку можно. Ну понятно. Ну я ничего не могу сказать, потому что я думал здесь дровяная будет печь. Нет, нет. Ну типа загородный дом, понимаешь? Ну так. Слушай, ну это африканская какая-то штука, да, или липа? Что это такое? Дерево, которое на четыре буквы называется, да? На четыре буквы, может быть, пять буквы. Ну я забыл просто, как это называется. Ну это африканская штука, которая не нагревается. Нет, специальная, да, не нагревается. И в принципе вот такой оттенок, чтобы сильно не пачкать. Мне нравится. Соответственно, здесь вот тоже душевое тут перенесли. Здесь будет ведерочка. Прокидываться, чтобы просто не было. Помните, Насте в круизе понравилась беспроводная зарядка. Я решил себе эту вещь приобрести. Но мне было ее интересно купить не за рубли, не за доллары, а именно за криптовалютой. Поэтому я нашел интересный проект. Сейчас я вам покажу, как я это все дело заказывал. На самом деле ничем не отличается от покупки в обычном интернет-магазине. И познакомлю вас с ребятами, которые это все дело придумают. Они вам расскажут про свой проект. Парни, привет. 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 Алексей, СЕО, Флотноу. Александр, СЕЙМО, проекта Флотноу. Рассказывайте, что за проект, почему именно у вас за крипту можно что-то купить. Кстати, я так понял, это то, что я купил, да? Да, это уже становится хорошей традицией, когда я лично или в составе команды включаем кому-то. С нами курьерские, наверное. Да ладно, курьерские, я сам к вам приехал. Но в чем идея главная? То есть просто сделать интернет-магазин за крипту или что? Смотри, по сути да и в то же время нет. То есть мы делаем некий микс между агрегатором. Платформа выступает агрегатором для интернет-магазинов, где все продавцы могут продавать свои товары за криптовалюту. Также это и формат частных бесплатных объявлений. Могут прийти на платформу и выставить свои товары на продажу и уже продавать их за криптовалюту. Мы считаем, что на самом деле идея криптовалюты не работает. Как бы пафосно это ни звучало, но если посмотреть правде в глаза, то ну а что мы сейчас можем купить за крипту? Нет, кое-какие товары, конечно, мы можем покупать, но если говорить о товарах адекватных, товарах повсеместного, скажем так, спроса, их купить достаточно проблематично. Мы все такие как бы вроде в андеграунде, то есть мы зарабатываем криптовалюту, мы там не зависим от банков, все такое. Но когда нам нужно потом что-то купить, там айфон, не знаю, женщине купить беспроводную зарядку, что мы делаем? Вынуждены это все обналичить через обменник, вывести себе на карту и потом совершить обычные покупки. То есть у вас я могу купить айфон? Пожалуйста. Не только зарядки? Не только зарядки. Все что угодно, в принципе, да? Ну все что угодно, в зависимости от ассортимента, который сейчас есть. У нас же не то, что это наши... И продать, соответственно, я могу. И продать можно. Что, проверяем? Отлично. Что, работает? Да. Зарядка пошла. Огонь. Реклама, ребят. Мы только ради этого сюда приехали. Я удивился, что мы не открыли дверь и там не было этого. Все работы проведены именно с материалом тела. Все абсолютно. Абсолютно все. Даже камни техники. И камни мы точили. Игорь, а собака будет у тебя? Собака она есть. Есть? Там сейчас? Какая у тебя собака? Ты не видел? Обалдеть. Здорово. Да. Доброе? Ну, как? Для своих доброе. Кстати, мы друг другу очень долго привыкали. Игорь, банальный вопрос. Сколько стоит такой дом? Ну, это за 19 продается. 19? Миллиона. Долларов, да? Евро. Евро? Без НДС, блядь. Не, ну не точно не рублей. Понятно. Ну, то есть 20 миллионов евро можно купить, да? Или нет? Да. Ну, в принципе, можно и дешевле купить. Не, ну, хоть понимать порядок цен какой вообще. Здесь есть дома. Избушка продается. 4,5 миллиона евро. Земли нет. Дома нет. Что продается? Кусочек небольшой. Старик продает. Нет. Дело в том, что не оформлено. О! Подожди, подожди. А давай лесенку, Игорь. Давай лесенку. Играл же в детстве. В детстве же играл. Заруба что ли? Заруба что ли? Да. Заруба, смотри. Ты раз делаешь, потом я раз. Ты два, я два. Вперед, да? А кто встанет на Сашу, пишите. Саша, у тебя нет шансов. Давай. Это не для тебя сделали. Заруба. Было? Было. 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 Мне кажется, сейчас будет финал, ребята. Финал, да-да. Сейчас начинается. Шесть, два. Еще один выдержать. Саня, погнали. Начну. Два, я, два, три. 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 Ребята, всем привет. У нас сегодня начинается чемпионат мира по футболу. Первый матч и самое время поменять зимнюю резину. Поэтому я приехал к Саньку из Илскилла. Два раза в год, да? Да, только два раза в год я к Саньку езжу. Не, на самом деле, я к тебе чаще езжу. Ходите поменять резину, помыть машину, вообще отреставрировать, сделать тюнинг. Преобразите ее, приезжайте к Саньку. У него самая крутая студия, которую я вообще видел. У него есть канал, инстаграм, короче, все внизу, вон там. Переходите, смотрите. Санек разработал какие-то супер шампуни для машины. Просто вот видите, я на даче сам помыл. Заметно, да? Да, идеально. А вот этот, ты тут уснул, да? Да, да, да. Да, Сань, что это за пена? Слушай, на самом деле, это уже вторая фаза. У нас 22 позиции собственной химии для мойки. Вторая фаза подъедает грязь, которую не съела первая. То есть каждая фаза продолжение предыдущей. Круто, я смотрю, пацан, он даже кисточками что-то делает. Конечно. Мне кажется, уже чисто. Но еще будет третья фаза. Зачем она? Третья фаза, чтобы снять статику с кузова и, соответственно, создать гидрофобное покрытие, которое неделю на две будет позволять кузову не пачкаться, можно ездить в дождик. Сколько стоит такая мойка? На маленькие машины он 600 рублей, на большие машины, как твоя, порядка 1000. То есть, в принципе, не дорого. Рожде дома, по-моему, за 1200 мое просто. Или это цены только для меня назвал такие? Нет. Честно? Ну, слушай, можно пройти по ссылочке снизу и, в принципе, получить 20-процентную скидку по каштегу Кондрашоп. Кондрашоп, да. Окей. Нормально, запилил рекламу. Мы не договаривались. На самом деле, стилистика абсолютно наша, да, и тачки, как ты видишь, наши. Это моя шестерка. Это мои первые красивые диски. Мы исходили из того, что импортозамещение должно быть настолько сильным, что ты идеологически не захочешь покупать что-то другое. Ты сделал в России то, что ты сам используешь у себя в работе. Вот, историю хотите я вам расскажу? Пленка меня спасла, я девочку во дворе случайно так задел, потому что один не очень хороший человек припарковался так, что невозможно было проехать. И отправил ее к Саньку. Это моя соседка. Я написал свой телефон, нашел ее, да. Спасибо, кстати, она была очень благодарна, что ты крут. Красивая девочка приехала, мы ее за час сделали и отпустили. Поэтому, если у вас царапины, приезжайте к Элскилу, он лучше всех вам сделает, как это называется, детейлинг. Вот, да. Сейчас мы дочерним тебе последнее колесо. Спасибо огромное. Рад стараться. Все, всем пока. Давай. Наша миссия проекта объединит индустрию, вовлечь в эту индустрию как можно большее количество людей. Представляешь, что они там продали какую-нибудь, ну, давай пофантазируем, не знаю, там, детское кресло. Получил за это какой-нибудь альт и дай бог, он там стрельнул, и ты... Глуба горячего. Да, да. И получился, ну, получилась там квартира. Не знаю. Сразу вопрос. Чем вы, ну, допустим, тот же самый Авито, вот вы сейчас самого крупного такого назвали, если он ведет криптовалюту, чем вы будете отличаться от него? Смотри, у нас философия такая, что мы включаем в платформу все альткоины. То есть, ну, задача, мы не ограничимся каким-то числом, например, там, биток эфир, да. То есть, многие интернет-магазины и ритейл, если он будет внедрять криптовалюту в качестве оплаты, скорее всего, это будет биток, эфир, это будет через свои процессинговые, да, платежи какие-то, с комиссией. Получается, что мы, ну, вся индустрия, как бы, блокчейна, от того, от чего мы уходили, мы опять туда же приходим. Действительно, ну, нет такой вот прям крутой платформы, где есть и услуги, и сервис, и товары за криптовалюту, чтобы это было, вот как ты сказал сегодня в интервью, ты начал с того, что я вот купил, как в обычном интернет-магазине. Все боятся потерять деньги на сегодня, да. Мы придумали ATES. Что такое ATES? Это в переводе automatic token exchange service. Внутренняя биржа внутри проекта. Не везти куда-то на биржу, да, кого-то, вот это проблема большинства проекта, когда они завязывают на своем токене, а потом, представляешь, под отцу предлагают купить их на бирже, он не будет уставлен. Сейчас у нас, ну, чем немного больше тысячи пользователей. Тысячи пользователей. Сколько вы собрали на Preasio? На Preasio 2,6 миллиона долларов. Смотри, у нас в команде также советником является Андрей Перепелицы. Это ко-фаундер KIK-SEO. Также, ну, вот у нас, например, в команде есть Вова Попов, aka Minoscope. Это чувак, через которого проходит большое количество проектов по юридической именно части. Все, что касается вот этого правого вопроса, это все дело непосредственно их командам. Давай про roadmap немножко, то есть какие вообще планы? Планы грандиозные очень. Сейчас, после завершения ICO, это планомерное развитие платформы и, соответственно, накачка платформы пользователями, то есть вовлечение пользователей непосредственно на площадку. Что касается маркетинга, то, понятно, есть там всякие стандартные инструменты, в том числе, там, коллаборации различные, там, классические каналы рекламы. Есть нестандартные способы. Например, есть большое количество ICO-шек, которые прошли, аудитории, вокруг которых уже, как бы, концентрированная аудитория. Community. Да, уже есть community. Ну и, соответственно, предлагаем также партнерские условия, то есть добавляем их токены себе на площадку и даем возможность людям покупать различные товары. Вообще процесс регистрации довольно быстрый, то есть вот вы меня опрувите быстро, если я прямо сейчас зайду и зарегистрируюсь. Да. Что для этого нужно? Данные паспорта или что? Это же крипта. KYC надо проходить? Нет, KYC не надо проходить. Нет, в данном случае не надо. Ты просто заходишь на платформу, как и обычный продавец, регистрируешься через почту, создаешь свой магазин, размещаешь товары. Мы проводим модерацию. Хорошо, придут мои подписчики, напишут, что они от Кондрашо. Что для них? Какой бонус можете дать? Если мы говорим о участии в ICO, то мы готовы дать плюс 20% к депозиту. То есть стол на там, заходите с одним эфиром, получаете 20, да? Соответственно, если мы говорим о покупках на флогмол, то... Или продажах. Да, и продажи. Соответственно, мы даем кэшбэк 20% на каждую покупку непосредственно на флогмол. То есть я купил айфон, получил 20% от стоимости айфона, и куда эти токены потом? Можешь продать их на АТС, можешь продать на бирже, можешь... А я за эти токены могу что-то купить? Да. То есть, грубо говоря, купил 5 айфонов, один получил в подарок, да? Абсолютно, да. Ради этого стоит, ребят, перейти, посмотреть, ну хотя бы изучите первую площадку, наверное, в мире, да? В галактике, я думаю. В галактике? Да. Первая в галактике площадка, в которой можете зайти и закрепнуть что-то, что-то себе купить. Я купил зарядку, телефон заряжается, надеюсь, не китайская и не сгорит. Нормальная зарядка? Парни. Китайская, конечно, как этого телефона. Да? А не нормально подружить, я думаю. Земляки. Привет. Мы увидели фотки в инстаграм и помчали за грибами с Женьком. Земляк, здорова. Привет. Ты что здесь делаешь? Грибы собираем. Смотри, я лисички нашел. Давай, заберем. У нас середина июля. И, честно говоря, я не ожидал, что в такое время могут быть грибы вообще. Обычно же они в августе, в сентябре, в конце августа. Вот. Но следы уже, смотрите. То есть видно, что люди ходят и ищут грибы. Ищут. А я знаю хорошую полянку, где есть чисто белые. Поэтому мы приехали сюда с Женьком. Вот, смотрите, малина. Вот здесь все из топтано. Но все грибы они не могли с собой... О, смотри, я белый нашел. О, смотри. Ух, е-мое, еще. Смотри. А, это подосиновики. Ой, подберезовики. И вон два. Все собрать они не смогли. Че, червивый? Да. Ну да. Сел уже шляпа. А вот эти? Видишь, жара вчера была. Угу. Тоже червивый. Да. Отстой. Пошел белый. Первый. Первый. В этом году. Ух, красавчик. Вообще выкрути. Выкрути его. Не нарезать не надо. Выкрути его. Аккуратно против часовой или подчасовой. Да, выкручивай. Ломается? Ломается. Режь тогда. Чистый. Отлично. Огонь вообще. Вкусно. Но не все они собрали. На наши-то полянки. Почувствую себя медведем. Он с червяком не сесть. Я один раз так в детстве поехал с родителями собирать малину. Я стою, не собираю, а жру короче. А штаны у меня были такие, как трубы. Рэперские. Знаешь? А я встал в этих штанах. Ну то есть они сверху сапогов были одеты. А что-то уже жжет. А я стою на уле. Осином. Они как, давай меня сжалить. Залетели мне в штаны. Я бегу. Футболку с себя скидываю. Штаны скидываю. Они за мной летят. Меня сжалят. Раз 30 меня, наверное, укусили. То есть вообще тяжелое место на мне вообще. Поэтому, когда жрете малину, а не собираете. Смотрите, где вы стоите. Любимый суп это грибной. Поэтому у нас задача набрать хотя бы на суп. Сейчас у нас пока еще на суп нету. Нарезали полыни. Сейчас будет баня. Самое время пойти. Дождь идет. Погода испортилась. Грибов мы не нашли, но на суп насобирали, да? Точно говоря, вот. Не знаем, правда, прогуглили, что с лисичек тоже можно суп варить. Обычно мы жарим. Но на суп хватит. По крайней мере, суп будет с запахом грибов. Едем дальше. У нас тут все разрослось. Совсем другой вид стал. А здесь, смотрите, сколько малины. Просто огромное. И так можно целую горсть собрать. Собрать. Одного места. Кстати, газону пофигу его можно топтать. Ничего с ним не будет. Базилик вырос, видишь какой-то. Баранину сейчас замариную. Безумный запах просто, да? Здесь фиолет весь зеленый. Тимьян не поднялся. Поздно посадили. Огурцы есть? Конечно, смотрите. Вон, видишь, торчат. О! М-м-м! Нормальный такой гурцов. Слышные такие. Слышные такие. Слышные такие. Да ведь только базилик уже не вырос. Давай только что. Ум. Слышные ты. They to be. Ут. Утечат.